Иван Шапарев, ветеран Великой Отечественной войны. Сам про себя говорит, что он танкист-везунчик. Дважды горел в танке, был контужен, но выжил. В одном из самых страшных сражений Великой Отечественной войны, ровно 72 года назад. Вместе с другими советскими солдатами он одержал победу в Курской битве. Именно на Курской дуге нам стало ясно, что победа будет приближена, что больше немцы не могут оказать таких крупных сражений. Война не кончилась 23 августа. Она продолжалась. Разгромили здесь, идет переформирование на другой участок. Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 43-го. В самом крупном танковом сражении в истории принимали участие 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов, 3 миллиона человек. Общие потери противников в Курской битве составили более 500 тысяч человек. Эта победа была словно второе дыхание, признается герой. Победа под Курском означала коренной перелом в битве с фашизмом. Можно с гордостью сказать, что в Перми помнят и чтят нашу с вами историю. 23 августа по всей России отмечают победу над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. Несмотря на холод, на возложение цветов пришло более сотни неравнодушных горожан. В освобождение Орла и Белгорода в битве на Курской дуге принимал участие 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Отдельные его части были сформированы в Молотове, как тогда называлось Пермь, незадолго до начала сражения. Танкисты отбросили врага на 150 километров. Бойцами было уничтожено 56 вражеских танков и 9 тысяч гитлеровских солдат и офицеров. Памятные мероприятия 23 августа. В Перми многолетняя традиция. Для меня это почтить память павших и, как говорится, вспомнить своих родителей, которые защищали родину. Это праздник не только для города, но и для всей страны и для всего мира. Это надо всегда помнить. И чтобы наше поколение, и после нас поколение помнило об этом, что надо свою родину беречь, любить и защищать. Иначе нельзя, говорят все, кто пришел 23 августа к монументу героям фронта и тыла. Ведь мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой ценой был сохранен мир. Татьяна Александрова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».